Mercedes-Benz решил дополнить линейку моделей Maybach роскошным кроссовером, но если седан Mercedes-Maybach отличается от обычного S-класса удлинённым кузовом и проёмом дверей, то кроссовер GLS превратился в Maybach по упрощённой схеме. Кузов тут вообще не изменился, а внешнее отличие сводится к обильному хромированному декору. Учитывая, что новинку представили именно в Гуанчоу, становится ясно – новый Maybach скроен под китайские вкусы. Хромом отделана решётка радиатора, мелкая сетка рабица в бампере и накладка внизу. Выдвигающиеся подножки из анодированного алюминия. Они подсвечиваются и способны выдержать 200 килограммов. Но если внешность кроссовера фактически плод заводского тюнинга, то интерьером занимались дольше. Передняя часть салона почти не отличается от стандартного GLS, но сзади всё иначе. Третьего ряда сидений нет вовсе, а второй сдвинут на 12 сантиметров назад. В базовой комплектации тут будет трёхместный диван с электрическими регулировками боковых секций. А за доплату ставят полностью раздельные кресла с консолью посередине, в которую прячутся складные столики и подлокотник. Несмотря на говорящий индекс, GLS 600 под капотом скрывается вовсе немогучий V12. От обычного Мерседеса с индексом 580 взят 4-литровый битурбомотор V8. Он форсирован на 69 лошадиных сил и дополнен стартер-генератором, который работает от 48-вольтовой сети. Ещё одно отличие – специальный режим Maybach. Он позволяет сменить настройки силового агрегата и ходовой части так, чтобы пассажиры машины чувствовали себя наиболее комфортно. Продажи стартуют во второй половине 2020 года. Продолжение следует...